Многие ребята, особенно приехавшие на чемпионат из небольших станиц края, впервые попали в Олимпийский парк. Соревноваться в таком историческом месте для них важно и даже престижно. Участники краевого первенства уже достаточно опытные лыжероллеры, а вот спортсмены, которые боролись за кубок главы Сочи, новички. Несмотря на невысокие результаты, юным горожанам решили дать возможность помериться с силами с маститыми товарищами. Детишки растут в своем классе, увеличится количество занимающих, тем самым пропагандируют не только здоровый образ жизни, но и сам вид спорта, как олимпийский. Лыжероллерный спорт родился из летних тренировок лыжников. Впервые лыжероллеры появились в 30-х годах прошлого века в Италии и Северной Европе. Популярными же они стали только в 70-х. Ненов лыжероллерный спорт и для Краснодарского края. Чемпионаты по этому виду спорта достаточно давно проводятся в разных городах Кубани. У нас уже в Сочи проводились и чемпионаты России, и Кубок мира был по лыжероллерам, поэтому для Сочи это вид считается новым, но уже сложившейся традицией со своей сочинской. У нас очень много наших сочинских спортсменов, которые уже выступают на уровне сборного и края в российских соревнованиях. Борьба в Олимпийском парке развернулась нешуточно. Название победителя во всех проводимых дистанциях претендовали сразу несколько спортсменов. Среди взрослых обойнать соперников удалось и лыжероллеру из Услабинска. Сложно было, но сначала страшно даже. А эмоции сейчас зашкаливает просто. Хочется попасть, конечно, в сборную России по лыжам. Надеюсь, получится. Впервые в этом году в рамках чемпионата по лыжероллерам соревновательную дистанцию предоставили и для роллеров. Многие из них занимаются шорт-треком, поэтому посоревноваться без льда им тоже необходимо. Что же касается любителей роликов, которых в Сочи, как известно, сотни, то в следующем году для них планируют открыть свою школу. Ну а школа зимних видов спорта уже открыта и работает для тысяч городских ребят. Помимо шорт-трека на курорте можно заниматься биатлоном, фристайлом, сноубордом, горными лыжами, хоккеем и фигурным катанием. Иголь Кырпа, Инга Габеши, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.